Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем животрепещущую тему. Я не преувеличиваю, я думаю, что действительно нет слушателя, и уж на самом деле даже нет, наверное, гражданина Российской Федерации, которой эта тема не интересовала бы тему. Давайте пока так метафизично ее назовем. Что будет с российским рублем? Хорошо звучит. В гостях у меня знатоки этого дела. Это Наталья Шилова, главный аналитик аналитического управления Бинбанка. Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер. И это Антон Захаров, аналитик Промсвязьбанка. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сначала, вне отношений к рублю, как настроение? Отличное. Отличное настроение. Антон? По-вечернему хорошее. Неожиданное добавление. По-вечернему хорошее. Днем было хуже, я так понимаю. Да нет. Не, ну, на самом деле, что, лето, июль, 27 градусов, как только что было сообщение. Ну, да ладно. Уважаемые слушатели, я хочу напомнить вам. Телефон в студию, телефон премиевого эфира 6510-99,6. Есть. Вы можете позвонить по этому номеру и задать вопрос сегодняшним гостям. Либо свой вопрос опубликовать на сайте финам.фм. Вопрос, свое мнение, видение ситуации. Что же будет с ним, с любимым, с отечественным нашим рублем? Ну, пока давайте начнем разговор с валютного рынка в целом, потому что рубль, это его часть, причем часть, может быть, даже не самая основная. Посмотрим на ситуацию, что происходит на рынках на 1803 Москвы. Итак, основные индикаторы американского фондового индекса, индекс Доу Джонса, рынка, простите, индекс Доу Джонса, в плюсе на половину процента. Ну, как-то сегодня радостно так, радостно. Пол процента Доу Джонс прибавляет, S&P 500 меньше, 0,2 практически. Фудси 100, индекс Великобритании, чуть больше 0,1 процента. Наши ребята тоже в тренде, что называется, в общей тенденции. РТС чуть больше, почти 1 процент вверху, значит, ММВБ половина процента. Ну, зелененькие, как минимум, и это радует. На рынке нефти сегодня практически нулевая динамика. В моменте 103,38 торгуется Brent, и это практически 0,03 процента в минусе. Ну, я так понимаю, вокруг этой котировки сегодня целый день ходим. Порадовало сегодня золото. Мы с Антоном до эфира уже порадовались этому. Наташа, присоединяйся. Конечно. Конечно. Вот, радость пока не особенно, да, но тем не менее, золото подпрыгнуло сегодня в моменте, значит, в районе 16,10, да, на Форсе. Чуть выше 16, 1600 за унцию была на спотовом рынке. Сейчас 1599 торгуется оно за унцию, прибавляет почти 1,5 процента. Давно мы этого ждали, но, дай бог, не последнее, что называется. Ну, и основной индикатор рынка валютного, о котором мы сегодня в основном и разговариваем, пара евро-доллар. Сегодня, ну, как мне показалось, ощутила поддержку в районе 21 фигуры. Сегодня опять сходила она, да, на 20,80. 25, 26. 26, даже укол был такой в моменте. Ну, сейчас, по крайней мере, 1,2130 текущая котировка. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, что ж, уважаемые гости, давайте начнем беседу. И вопрос у меня такой. Каковы настроения на валютном рынке в целом? Мы не говорим сейчас пока о рублей, еще раз повторю. Давайте говорить о рынке Форекс, что там делается, евро-доллар, наверное, есть смысл обсудить. Вот, Антон. Рынк сейчас находится в ожидании реализации многих событий. Также находятся, некоторые участники рынка находятся в поиске новых идей. Ну, и не стоит забывать, что сейчас летний период, он традиционно характеризуется снижением объемов торгов. Ну, и в целом редко бывают какие-то сильные, очень сильные движения. Но это лето можно выделить, думаю, какими-то именно, вот, бывают, отмечаются по некоторым парам, в том числе по австралийскому доллару, довольно-таки приличные движения. Волатильные. Ну, я даже не сказал, волатильные, ну, тут волатильные, там, когда у нас цена определенного актива, она меняется в течение дня довольно-таки существенно. А здесь, в ту или иную сторону, а здесь именно, вот, например, то же самое австралийский доллар на протяжении нескольких месяцев демонстрирует приличный рост относительно американской валюты. Вот, а по событиям все ожидают каких-то... Ты в позиции, кстати, по австралийскому? Да, я по евро-доллару... Нет, по австралийцу, по австралийцу. По австралийцу поигрался некоторое время, потом закрыл. Поигрался, ладно. Ладно, тогда давай мы начнем вот с чего. Да, ты так, мне очень понравилось, системно подошел к картине маслом. Ты говоришь о том, что прежде всего движение на валютном рынке, в частности, будет связано с некими ключевыми событиями. Что это за события, просветивая? Определенно все ждут каких-то слов от ФРС, в первую очередь, от его главы Бена Бернанке. Ну, мы ждем уже, который... Который раз. Сколько мы? Который раз. Две недели назад ждала ты? Не, неделю, потому что... Я, если честно, не жду. Почему? В ближайшее время, ну, мне кажется, что у ФРС пока есть запас прочности, да, который позволяет не принимать пока никаких решений, ограничиваться словесными интервенциями классическими, да. Она была такая на прошлой неделе? Да, но мы, как всегда, слышим, что ФРС готова, ФРС имеет инструменты. Нет, я, честно говоря, о словесных интервенциях вспоминаю всегда власти Японии, да, они защищают свою валюту, и вот у него интервенция как интервенция. Ну, примерно так это звучит, да, что мы пристально следим, и ежели что, ого, мало не покажется. Это глава Банка Японии. А что-то Бернанке-то как-то вот он не особенный интервью. Ну, тут сейчас нужно отметить именно смещение, общее мнение ФРС. Сейчас прошло множество выступлений его представителей, и они сейчас начинают склоняться именно в сторону реализации новых каких-то мер поддержки, новых стимулов. Не 100% эти стимулы будут именно выглядеть в том формате, в котором они были ранее предприняты. Ну, ранее какой формат? Это выкуп активов прямой с рынка, либо операция ТВИС, которая вот была в июне продлена до конца года. Я думаю, что все-таки скоро мы от ФРС увидим какие-то шаги. Это, наверное, будет сентябрь. Вот. Возможно, какие-то сигналы будут 31 августа, озвученный Беном Бернанке на традиционной ежегодной конференции ФРС, которую он проводит, где собираются также главы других центральных банков мировых. То есть сейчас, Антон, извини, пожалуйста, я хочу подчеркнуть, 31 августа это, ну, очередной такой день чек. Да, день чек. То есть мы ждем каких-то... Возможно, что он ничего не скажет, после чего может наступить какая-то коррекция, но в сентябре я жду каких-то шагов, именно активных. Возможно, что это будут не те инструменты. У ФРС есть множество других возможностей. Ну, ты имеешь в виду множество возможностей, кроме продления операции ТВИС, кроме количественных смягчений, кроме... Да, покупки прямой. А какие еще? Какие у них возможности? Есть возможность снижения ставок по резервам банков. Высывается значительная часть средств с депозитов ЦБ, которых скопилось просто безумное количество. В принципе, можно отметить как раз последнее решение ЕЦБ. Понизлить ставку по депозитам и сразу же порядка 400 миллиардов евро... Ускакали, да? Ускакали, да, на корсчета и также пошли на рынок. Мы, в принципе, видим как раз снижение доходности тех же самых бундесов немецких долговых бумаг. Ну, снижение германских бумаг все-таки, наверное, несколько другими вещами обусловлено. Наташа, как ты считаешь? Да, я немного не соглашусь с тут с тем, наверное. Давай, давай, поспорьте, поспорьте, конечно. Потому что те деньги, которые ушли, собственно, с депозитов ЕЦБ, мы сейчас видим их на корсчетах, и суммарная ликвидность там остается порядка 700, там, 30... Ну, то есть не совсем они в рынке-то, да? Да, то есть пока вот, ну, там был отток какой-то порядка, там, 30, наверное, миллиардов. Ну, это не серьезно, против 700. Ну, в любом случае, как бы, средства как раз, благодаря этому шагу, мы увидели снижение евро, нежели которое мы могли увидеть рост выше 1,23, просто на том, что если ЕЦБ бы не понизил ставку по депозитам. Потому что ставка 0,25, снижение основное, она была уже заложена в рынке, вот, а ставка по депозитам, она оказалась такая довольно-таки неожиданная. Вот, поэтому мы увидели вот это снижение, вот. Ну, то есть основные события, еще раз, да, давай резюмируем. Мы ждем начала заседания Федрезерва на следующей неделе, 31-го выступает господин Бернанке. Ну, в следующей неделе, наверное, все-таки никаких результатов не будет. Единственное, стоит обратить внимание, наверное, на августская публикация минуток ФРС, где там наверняка будет как раз рассматриваться вопрос, что ФРС искал какие-то инструменты, что они обговаривали этот вопрос, это важно. Вот, под итогом заседания, наверное, августского никаких решений не будет принято. Вот сентябрьскому нужно пристально, как бы... То есть в этом случае опять, да, вот твое мнение, что мы находим сейчас лето, лето, пониженная активность, и, наверное, да, в течение последнего месяца лета никаких основных движений на рынке валютном не предвидится. Единственное, конечно, не стоит исключать еще и каких-то решений от европолитиков, которые в последние два дня со стороны французских властей, испанских, итальянских, усилилось давление на общие, как бы, на всех политиков, на все страны, которые входят в еврозону, чтобы они активнее уже принимали какие-то действия, которые, или решения, которые были применены ранее на саммитах, на последних, на июль. То есть последний саммит, там на чем, Наташа, договорились они? Ну, на последнем саммите, собственно, было одобрено решение выделить Испании помощь, да, в размере 100 миллиардов евро, и первый транш, вот мы все ждем, не дождемся, как раз до конца. Это же решение с банком показать помощь. И по поводу, да, прямой рекапитализации банков, да, то, что это будет возможно через фонд, когда мы увидим надзор, супернадзор банковского по всей Европе единый. Вот, то есть мы пока ждем создания единого мегарегулятора, там, на базе ЕЦБ или как-то разделенного. Но он как-то не создается пока. Ну, это долгий процесс, естественно, да, то есть мы надеемся, что к сентябрю мы увидим, как он будет расписан, как он будет происходить технически, к концу года, там, при политическом согласии, при том, что все лидеры будут едины, не будут ничего бойкотировать, собственно, может быть. А до конца года Испания не грохнется у нас? Я думаю, нет. Скорее всего, мы... А Греция не выйдет из еврозоны, Наташа? В Греции... Греция опять не сможет в очередной раз достигнуть поставленных таргетов. Это приводит к необходимости, там, выделения какой-то дополнительной помощи, новый пересмотр пакетов и весь тот спектакль, который мы, собственно, уже два раза наблюдали, мы рискуем получить в третий раз. И... Ну, и хороший спектакль. Да, спектакль отличный, но все-таки для рынков, наверное, он не очень хороший. Ну, наверняка. Потом режиссура, мне кажется, да, страдает. Ты не согласен? Нет, я склоняюсь к тому, что все-таки Греция выйдет из состава валютного блока. Когда мы это увидим? Или осенью, в октябрь, тире, ноябрь, или уже эта тема отойдет на следующий год, уже после выборов Америки. Это был Оракул Антон Захаров, продолжим через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем с вами тему валютного рынка. Обсуждаем ее и с моими уважаемыми гостями. В студии сегодня Наталья Ешилова, главный аналитик аналитического управления Бинбанка. И Антон Захаров, аналитик промсвязь банка. Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, напоминаю, телефон в студию 6510-996. Ваш звонок, ваш вопрос обязательно найдет ответ сегодня. Либо этот вопрос можете опубликовать на сайте финам.фм. Ну что ж, продолжим разговор. Итак, мы обсуждаем валютный рынок, пока его глобальную составляющую говорили мы в данном случае о возможности выхода Греции из еврозоны. Антон, извини, что я тебя перебил. Итак, сроки? Ближайшие годы. Ближайшие годы. Нет, это не сроки. Ну, на самом деле, я соглашусь, по крайней мере, в средствах массовой информации, насколько анонимно, не анонимно, но подобные мысли уже высказывались, читаются, что к сентябрю месяцу очень может быть, Греция уже за дверь, вот, к Драхме и так далее и тому подобное. Как это повлияет, Наташ, на курс евро-доллара? Где увидим мы его в сентябре? Ну, в случае выхода Греции из еврозоны, я думаю, что там уровней падения евро даже не предвидится. Да ты что? Да, я считаю, что... Ну, паритет будет? Как минимум паритет, да. Да, как минимум, Антон? Я думаю, что ниже уровня 1,1 мы не опустимся по евро-доллару и вообще в целом выход Греции из состава валютного блока может, да, вначале повлиять на волатильность. Скорее всего, на рынках произойдут повальные какие-то падения на котировок, в том числе и пары евро-доллар. А в дальнейшем, скорее всего, просто рынки вздохнут спокойствием, потому что эта тема, она уже набила оскомину за последние 2-3 года. И поэтому евро, скорее всего, устремится вверх. Во-первых, у нас есть и другая, остальная часть еврозоны, экономика которых, за исключением там Испании и ряда других, довольно-таки себя негативно, плохо чувствуют. Германия сейчас демонстрирует какой-то спад. В целом, вот этот фактор, который тянул европейскую валюту вниз, он сойдет на нет и, скорее всего, мы увидим отскок потом дальнейший. Но ниже 1,1 я не вижу. Согласна, Даша? Ну, с фундаментальной точки зрения, ну, я согласен, наверное, да, я предположу, ну, рынок это, собственно, как ребенок, он, в основном, психология, действительно, вот, да. Греция вышла, отреагировали на это, потом успокоились, слезы вытерли и начинаем жить дальше. Но в данной ситуации, действительно, проблемы еврозоны оканчиваются проблемами Греции. Пока, к сожалению, нет, но Греция, наверное, самая болезненная точка, я соглашусь в этом с Антоном. И да, когда рынки поймут, что Греция ушла и для финансовых рынков это никак не отразилось, там, да, на тех же банках, и на функционировании всей финансовой системы еврозоны, то евро получит поддержку. Мне кажется, там момент паники будет достаточно серьезный, момент неприятия, непонятный, как работает там банк, да, как будет, как технически будет происходить данный процесс. Потому что это впервые, и, ну, фундаментально, мне кажется, минус для евро еще в том, что сразу же начнутся обсуждения, там, Испании, Италии, каких-то других стран. Конечно. То есть выход Греции — это прецедент. Да, это прецедент, и достаточно неприятный прецедент, когда мы видим валюту блока, мы знаем, что туда входит, и мы знаем, какие страны, и как это оценивать. И когда в какой-то момент страны могут начать выходить из этого блока, ну, в момент это будет однозначно сильный негатив, только если мы, как бы, если механизм выхода Греции будет расписан более четко, конкретно, и, там, минимизирован с технической точки зрения. Ну, главное, Антон, главное — коллапса не случится. Думаю, нет. Ну, хотелось бы еще отметить, что в США тоже не все так хорошо, там также банкротятся города. Не так давно один из городов, численностью населения 200 тысяч человек, название, правда, уже не помню, подал документы на признание себя банкротом. Это тоже прецедент. И на выход из Америки. В принципе, также штаты себя не лучшим образом чувствуют, в первую очередь Калифорния. В принципе, в США также свои проблемы, и поэтому рассматривать отдельно как-то тот же самый штат, ту же самую страну, был бы тоже, с одной стороны, неправильным, поскольку, я думаю, что все-таки кризис здесь связан не в кризис доллара, не в кризис европейской валюты, а просто отдельного сегмента. Вот тут Греция, Испания, Италия, здесь определенный набор городов и штатов. Я понял. Хорошо. Значит, под итог следующий, да, мы ждем осени, мы ждем неких событий ключевых, да, и дальше смотрим, куда движется евро-доллар, ну, в ожидании некого падения, наверное. А сейчас вот этот 1,21, ну, с учетом попыток пробоя, как вы думаете, как минимум до осени, до сентября месяца, Антон, это основание все-таки, 1,21, поддержка, не пойдем ниже мы до сентября? Ну, технически мы можем увидеть уровень 1,1977, 1,19, но это минимум, который я вижу вот именно до осени. То есть это минимум 10-го года, да, вы об этом говорите? Да, скорее всего, все-таки мы увидим некий отскок, возможно, что до сентября мы даже увидим пару евро-долларов в районе 1,27, но это вот такие ожидания. Ну, то есть надо затариваться уже, в принципе, евро-долларом. Ну, еще месяц, да, 700 пунктов, это прилично, ты не скрывай, давай, ты сам что? Не скрывай, я сам купил на канале здесь, да, евро-доллар. Под чем? 1,20,80. 20,80, да, и ждешь 1,27. Ну, первая цель 1,23,20, где можно немножко разгрузиться, и там просто будет как раз все, сражение между этими людьми. Будет понятно, да, при пробое, значит? Да, просто, скорее всего, выброс пары будет на каких-то событиях, в том числе, связанных на ожиданиях КУЕ. У нас статистика по ВВП США выходит на этой неделе, как раз, если будет крайне негативно, опять-то будет интерпретировано. То есть сегодня британцы рисовали ВВП тоже предварительно, да, Наташа, что там было? Да, там сокращение 0,8%, да, значительно хуже, чем мы ожидали, там 0,2-0,3 по консенсусу. Вот, соответственно, пока с точки зрения экономики, я думаю, ни одна страна, наверное, не испытывает какой-то поддержки, то есть не развитые рынки, не развивающиеся, везде экономики. Ну, что логично, да, потому что живем в глобальном мире, естественно, и проблемы еврозоны, проблемы Америки, Китай замедляется, да, всячески. Да, в общем, в нелегкое время довелось нам с вами встретиться. Ну, давайте посмотрим на Россию-матушку, на отечественную валюту, что ждет ее в столь нелегкое время, Наташа? Мне кажется, российская валюта не настолько плоха, как принято считать. Нет, нет, мы так и не говорим. Да, то есть, если мы не рассматриваем какие-то там апокалиптические цена... Нет, апокалиптические цена на международных рынках, то, в принципе, российская валюта сейчас смотрится достаточно неплохо, находится где-то там в районе фундаментальных уровней, как я считаю, там, при нефти текущей, да, там, 103, ну, 100-105 долларов за баррель, это вполне нормально, там, по бивалютной корзине, там, 35 с половиной где-то. Сегодня, кстати, да, уже раздвинули бивалютную корзину, Антон, ну, вчера прошло. Так, прокомментируешь? Ну, реакции рынка, наверное, практически не последовало, это только будет видно, когда, опять-таки, будут сильные движения на валютных рынках. И, вообще, у меня сложилось такое впечатление, что в понедельник и вторник это событие уже отыгрывали этим сильным всплеском бивалютной корзины вверх, который мы видели. Ну, конечно, сказались еще и внешние факторы, но, в целом, у меня сложилось такое впечатление, что тут какой-то был... Без комментариев, развел Антон руками, без комментариев. Ну, как бы то ни было, я, тем не менее, хочу вас сориентировать, что рубль, после драматических событий мая месяца, он движется в таком достаточно узком коридоре, да, 32-33, и даже, вот, нынешняя новость, она не сильно его подвинула-то, да, сегодня опять мы видим. Скажем так, что он даже укрепился против доллара. Совершенно верно, совершенно верно. Ну, так что ждет его? Значит, давайте, апокалипсис мы брать не будем, потому что понятно, что если все рухнет, то все рухнет, и это обсуждать бессмысленно. Давайте будем говорить о том, ну, как бы, стандартно, да, каковы сценарии развития событий, вот один из них мы проговорили, что ближе к осени, возможно, а, выход Греции, возможно, б, да, продолжение рецессии, или там, начало, да, рецессии в Штатах, возможно, с, там, еще какие-то, да, европейские, наверное, прежде всего, проблемы. Как на это будет реагировать рубль, Наташа? Ну, говорить о динамике рубля стоит в привязке только к динамике нефти, да, и если мы считаем, что 100 долларов, там, за баррель, это адекватная цена, я считаю, что это, в принципе, адекватная цена, которая соответствует, там, медленному росту экономик, развивающихся крайне, и, там, Европе, у которой очень различна динамика экономика в зависимости от страны. То, в целом, российский рубль имеет даже перспективу укрепления, на мой взгляд, но это уже ближе к четвертому кварталу, когда все-таки какие-то насущные проблемы, там, Греция, Испания, они будут сняты, мы поймем, что все спокойно, мы вздохнем, и, ну, где-то порядка рубля еще по бивалютной корзине, я надеюсь, увидим. Ну, да, против доллара все-таки, наверное, так будет понятнее слушателям, да, основной инструмент у нас рубль к доллару, какая цифра там? Ну, против доллара тоже, в принципе, порядка, там, 70-80 копеек. То есть 30, 30 сколько, один, полтинник? Ну, порядка 30, вот, одного, да, 31. Антон, согласен? Ну, я думаю, до конца лета мы увидим эти уровни, но осенью будут... Другие? Другие совершенно. Какие? Ну, я же, да, уровень где-то 35-36. Все-таки. Вот, ну, в долгосрочной перспективе я соглашусь с коллегой, что рубль довольно-таки хорошо выглядит в плане... Рубль надежная валюта, надежная валюта. С рисками своими. Ну, понятно. Тот же самый непредсказуемый объем оттока, притока капитала из страны в страну, вот, поэтому... Ну, здесь надо, наверное, отметить все. Наташа логично говорит, да, что динамика рубля определяется ценами на нефть, прежде всего, но, с другой стороны, цены на нефть от чего зависят? Ситуация в мировой экономике... Вот об этом и речь, да. Если экономика ухудшается, очевидно, да, что мы видим снижение цен на нефть, и рубль, естественно, начинает слабеть. И, кстати, хорошую тему как раз поднял сейчас Антон. Бегство капитала из России, да, вы вот инвестор своих средств тоже отражается на рубле, да? Конечно. В какую сторону? В негативную. В негативную, то есть он слабеет? Да, то, что мы видели в мае. А с чем связано бегство капитала? Ну, давайте, давайте, Антон. Наверное, в первую очередь, позвольте я уж отвечу, в первую очередь, мне кажется, это связано с не столько прямым бегством и вывозом капитала, сколько с невозвратом там нефтяной выручки, да, которую получает наша компания, получает ее в валюте, и, собственно, предпочитают оставлять валюте, покупать там какие-то иностранные активы, инвестировать в какие-то иностранные активы, вот. Соответственно, может быть, в связи с этим мы по результатам июня увидели приток капитала, да, цены на нефть очень сильно слизились, соответственно, выручили. Я прошу прощения, очень интересно, через несколько минут продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем разговор на тему валютного рынка. Собственно, уже коснулись мы отечественной валюты, что ждет ее в ближайшее время, от чего будет зависеть ее курс, прежде всего по отношению к доллару. Разговариваем об этом сегодня с моими гостями в студии Наталья Шилова, главный аналитик аналитического управления Бинбанка, и Антон Захаров, аналитик промсвязь банка. У вас, уважаемые слушатели, есть еще возможность задать вопрос аналитикам, позвонив телефону в студию 6510-996, либо свой вопрос задать на сайте финам.фм. Вопросы эти поступают, и давайте мы начнем именно с них. Так, вопрос от слушателя Евгения. Хочу положить деньги в банк на год. У Евгения, точнее, есть некая инвестиционная задача, есть даже срок инвестирования. Это всегда приятно. Как думаете, куда будет доходнее, ну то есть что выбрать в качестве инвестиций, доллар или рубль, Антон? Многие банки сейчас предлагают вклады в мультивалютные, то есть можно часть средств положить в долларах, часть средств в рублях, и в течение какого-то периода времени можно перекладываться из той или иной валюты. Это непосредственно на депозите банка? Да, на депозите банка, да. Это не очень удобно, мне кажется? Ну, для профучастника, конечно, да, для обычного, для обывателя, конечно, сложновато будет. Нет, я в том плане, что есть возможность такая, закрыть один депозит и перевести, или там не надо закрывать, сразу можно перестать. Думаю, если сейчас появилось желание положить деньги в депозит, через год, я надеюсь, что все-таки рубль будет значительно выше против доллара, то есть крепче. Соответственно, лучше в рублях, потому что иначе тогда в этом случае вы не потеряете разницу. То есть если идет речь, да, в инвестиции сроком на год, то мнение Антона сейчас именно, да, выгоднее выбирать российский рубль, через год он будет дороже, чем сейчас. Да, тем более банки сейчас предлагают, некоторые банки предлагают высокие ставки по депозитам, в первую очередь по рублям. Да, в рублях, естественно. Наташа, твое мнение. Да, я полностью, в принципе, согласна с Антоном, потому что по рублям сейчас действительно очень хорошие ставки, мы можем видеть там 12% по банкам с гарантией. А есть надежда, или есть там гарантии, сложно, непхорошее слово, что их в течение года не поменяют? Процентная ставка? Да. Ну, вы же прописываете в договоре определенный уровень, то есть вы, в принципе, да, это же не плавающая процентная ставка. Главное, чтобы банка за это время там с ним ничего не произошло, тот, который предлагает. Для этого-то нужно выбирать банк, который подает под систему страхования вкладов. Да, да, то есть я тут соглашусь с Антоном, и рубль, на мой взгляд, как я уже ранее говорила, имеет достаточно неплохие перспективы. Ну, как минимум, да, сроком инвестирования год мы выбираем, значит, уважаемые аналитики сошлись во мнении, да, я сейчас адресую я Евгению, если он нас слушает. Собственно, рекомендация следующая, если вы инвестируете деньги в банк сроком на год, во-первых, выбирайте надежный банк, ну, это несложно сделать, да, топовые банки, мы все прекрасно знаем. Обязательно, что они попадали под систему страхования вкладов, да, государственную. Ну, и выбор инструмента из доллара или рубля, вот, оба аналитика сошли на рубле. Хорошо, следующий вопрос, вопрос от Дениса из Москвы. Для вас, уважаемые гости, хочу сообщить, это наш постоянный слушатель, практически друг программы «Сухой остаток». У меня уже мысль такая давно в голове, надо как-нибудь Дениса, поскольку он из Москвы, пригласить в студию. Рядом с аналитиком я его посажу, и он тоже будет отвечать на вопросы. Ну, что ж, добрый вечер, говорит Денис, я держу активы в рублях, потому, что если рубль к доллару упадет, то упадет российский рынок акций, вот. Можно будет купить все дешево, а потом все быстро отрастет обратно, и можно, ну, видите, да, Денис, какой затейник, затейник он. А потом все быстро отрастет обратно, и можно заработать. Если рубль будет укрепляться, ну и хорошо, выскажитесь, пожалуйста, по поводу этой стратегии. Спасибо, это стратегия, Антон. Выскажись. Еще раз, он держит свои накопления. Активы в рублях. В рублях. Ну, я так понимаю, в рублях именно в банке, а может даже и дома. И вариант какой, если рубль ославлен к доллару, да, он ставит дешевый, то в это же время падает и фондовый рынок. Вот такую корреляцию, да, я так понимаю, Денис определил. И тогда за эти рубли можно будет дешево купить акции. А потом акции вырастут, и, соответственно, вот он выиграл все равно. А если рубль вырастет, он хранит сбережения в рублях, а если рубль вырастет, ну и хорошо, значит, он все равно заработал. Отчасти я с ним согласен, но с другой стороны, просто обратим внимание на рынок нефти, там есть такой фактор, как геополитический. Просто может быть случится такое, что усилятся эти риски, мы увидим нефть 120, соответственно, увидим резкое укрепление рубля, но при этом рынок акций будет реагировать совершенно иначе. Он может снижаться, может падать также. То есть при растущей нефти и при растущем рубле рынок акций отечественных может снижаться? Ну, в зависимости, да. Или какие-то отдельные эмитенты? Отдельные эмитенты, поскольку они будут реагировать на события на внешних рынках других, будут ходить, например, за американским рынком, за европейским. Естественно, нефть будет поддерживать рынок, но падение может быть меньшим, чем, например, в томном случае. Но в целом стратегия, она, в принципе, имеет место быть. Ну, то есть связь здесь логична, да? Наташа, как ты считаешь? Ну, опять, пожалуй, соглашусь, что, да, действительно, связь есть, наверное. Ключевой момент – это выбрать тот момент, когда начать покупать, ну, как и в любой стратегии, собственно, главный риск. Ну, и да, и рынок может быть в боковике, действительно, да, там рынок акций не так прям коррелирует с курсом российского рубля. Да, вот, но в целом, наверное, да, возможно. Возможно, Денис, ответ на твой вопрос прозвучал. Твоя стратегия, собственно, аналитикам близка. Логика в этом есть. Я, друзья мои, сейчас обращаюсь к вам, уважаемые коллеги. Боюсь читать, что прислал нам Евгений. Даже я слов таких не слышал. Ну, шучу, конечно, слышал, но вам разбираться. Это Евгений, который вы только что посоветовали, да, инвестицию со сроком на год хранить деньги в рублях. Он продолжает, но, я так понимаю, уже начинает несколько углубляться в тему. Снова я, говорит Евгений, мультивалютный лимит кредитования с использованием равелированных кредитных линий не лучше ли? Вдруг завтра нефть 40 долларов, а ставка рефинансирована 15 процентов. Ну, давайте даже с последнего начнем. Если завтра нефть 40 долларов, то мы можем увидеть ставку рефинансирования в районе 15 процентов. Крайне маловероятно. То есть какая-то логика-то какая здесь? Логики абсолютно нет. В какой стати? Скорее, мы наоборот увидим ставку рефинансирования гораздо меньше. Совершенно верно. В текущих уровней. Совершенно верно. Ну, традиционный, я просто Евгению адресую, да, традиционный у нас связь величины ставки, да, с падением экономики, да. То есть как раз низкая процентная ставка стимулирует экономический рост. А когда нефть будет 40 долларов, понятно, что экономики будут замедляться. Антон. Ну, также не стоит забывать еще и показатели инфляции. А наш центральный банк в последнее время, он четко отслеживает именно этот показатель. Да, и инфляция у нас все-таки в определенных границах таких приемлема для нас. Да, для нас. Несмотря на то, что у нас сейчас выросли риски экономического спада, ну, замедление там просто российской экономики, центральный банк все равно пока что еще именно обращает внимание на инфляционный показатель. Ну, и всячески в своих заявлениях пытается как-то предостеречь и напомнить о внешних рисках. Ну, это нормально, конечно, потому что прежде всего, да, мы обращаем внимание на внешний фактор новостной, так называемый. Ну, а потом, поскольку инфляция в узде, что называется, да, и в этом случае мы никаких предпосылок для роста ставки рефинансирования нет. Вот, это нормально. Ну, а если позволите, все-таки я вернусь к первой части вопроса, еще раз я прочту эту сложную, да, сложное словосочетание. Мультивалютный лимит кредитования. Что это такое, мультивалютный лимит? Непонятно, да? Потому что он имел в виду опять какую-то бивалютную корзину. Евгений, выражайтесь понятнее, пожалуйста, с использованием равелированных кредитных линий. Не лучше ли? Ну, ладно, я вычеркиваю, мы не поняли, собственно, о чем речь идет. Извините, Евгений, по-русски, если можно, вы этот вопрос переформулируете, а мы продолжим разговор о ситуации на отечественном рынке. Итак, давайте поговорим о том, ну, каким образом, да, коррелируется курс отечественной валюты с ценами на нефть. И в этом случае, что может, ну, помимо вот этого уже пресловутого глобального кризиса, что может оказывать влияние на стоимость или на падение нефтяных цен? Ну, по нефти мы видим, как всегда, геополитический фактор, да, когда у нас есть рост напряженности там по Ирану или в каких-то других регионах. Ну, в Сирии сейчас, да, обсуждаются? В Сирии, да, там есть какие-то норвежские забастовки, ну, в общем, какие-то факторы, которые добавляют там определенное количество долларов к текущей цены на нефть. Вот, ну, глобально, наверное, это все те же там спросы и предложения нефти и рост экономик. Сейчас они, конечно, не в пользу там какого-то бурного роста цен на нефть, но, тем не менее, мне кажется, что фундаментально сильная какой-то там просадка в стоимости нефти тоже маловероятна, потому что там экономики тех же самых Соединенных Штатов, они замедляются, но они пока не в рецессии, пока даже не, ну, как сказать, пока это отдаленная перспектива все-таки эти разговоры, и там рынок жилья себя ведет неплохо, вот, то есть, ну, есть надежда на какие-то дополнительные стимулирующие меры там со стороны Китая, азиатские экономики, опять же, начинают добирать свое, вот. Соответственно, цены на нефть выглядят достаточно обоснованно, на мой взгляд, к текущему моменту. Антон, кстати, ты говорил о росте кенгуру, о росте австралийского доллара, да, последние несколько месяцев, он был чем, собственно, обоснован? Он обусловлен был публикацией за последнее время более достойной статистики по этой стороне, также выявленной монетарной политики самого Центрального банка, который позволяет продолжать использовать эту валюту как carry trade на фоне хороших макропоказателей. Вот, естественно, и также, так как страна является одним из моих экспортеров разного сырья в Китае, также статистика по Китаю, по импорту, ряда, ну, также золота и других материалов. Ну, промышленность в основном, да? Да, выглядит пока достойно. Что касается нефти, у меня вот, вы спросили, прогноз по доллару-рублю, вот, ожидание, что там 35-36 мы увидим осенью, как раз одним из факторов падения рубля станет нефть. Я думаю, что все-таки по нефти мы увидим долларов 70-80. Это к какому периоду? Осенью также. Ну, то есть сентябрь-октябрь, да? Да, ниже 70, я не думаю, что она уйдет. Вот факторы, вот, Китай недавно отчитался о спросе своем на нефть впервые за, там, 2 или 3 года, он сообщил о снижении спроса. Также риски спада в других азиатских странах все-таки сохраняются. Ну, и в целом, пока все говорит о том, что мы должны по нефти снижаться, но это не геополитический фактор, который, к сожалению, да, он остро стоит. То есть, смотрите, действительно, может быть, есть в этом логика, Наташа, смотри, вот даже последние 2 недели мы видели все-таки существенную просадку на фондовых рынках, да? Индексы основные фондовые падали, ну, я уж не говорю о динамике в валюте, а нефть, тем не менее, стоит выше 100 долларов. Да, потому что, в принципе, неплохой уровень для нефти, и, мне кажется, серьезную просадку в нефтяных ценах мы увидим, когда увидим, что экономики, там, Европа окончательно ушли в глубокие минуса, и когда США все-таки подойдет к рецессии вплотную, да, когда мы поймем, что это даже не рост, там, 1% экономика, именно ближе к рецессии. Тогда, наверное, да, а пока экономическая поддержка все-таки есть для нефти. Для нефти. Еще фактор доллара не нужно сбрасывать с счетов, поскольку мы, если мы ожидаем сильного роста доллара осенью, то... А мы ожидаем сильного роста доллара? А против евро мы разговаривали же на сентябре. Ну, мы разговаривали о том, что проблема еврозоны приведет к падению евро, а там количество смягчений, а там выборы. И вообще уровень 1.20, он уже так как-то, мне кажется... Проторгован. Да, американцам он уже как-то не особенно, да, по карману-то. Хотите посмотреть сейчас на показатели торгового баланса Соединенных Штатов Америки при курсе 1.4, 1.2, он не сильно... Не сильно отличается. Он постоянно был дефицитным, поэтому уровень там 1.1, возможно, что он тоже будет таким же, как и 1.2. Я понял. Давайте прервемся, через несколько минут продолжим. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим, ну, собственно, так оно и оказалось, о животрепещущей теме для всех практически слушателей, для всех граждан Российской Федерации. Говорим о валютном рынке. Говорим с профессионалами этого рынка. Наталья Шилова в гостях, главный аналитик аналитического управления Бинбанка, и Антон Захаров, аналитик промсвязь банка. Уважаемые слушатели, напомню, еще 15 минут, даже чуть меньше, у вас есть возможность позвонить нам в студию по телефону 6510-996, задать свой вопрос, либо его опубликовать на сайте финам.фм. Собственно, есть уже звонок, и мы давайте послушаем Андрея. Наш слушатель Андрей. Андрей, добрый вечер, вы в эфире. Да, добрый вечер. Вы знаете, вопрос от обывателя. Хотел вот у ваших гостей спросить такой вопрос. Смотрите, у меня сейчас идет продажа недвижимости, у меня на руках будет порядка 8-9 миллионов рублей. И следующая покупка у меня планируется где-то в октябре. Мне нужно до октября сохранить эти деньги и не потерять в связи с этими событиями. В чем ваши гости советуют хранить эти деньги, и чтобы, в общем, я их получил в том же виде к нужному мне моменту? Спасибо, Андрей. Понятен вопрос. Абсолютно реальный такой вопрос, да, и я так понимаю, важный для Андрея. Ну, давайте посоветуем. Наташа. Ну, если говорить о краткосрочных каких-то вложениях, да, это он... Два месяца у него, смотри. Вот сейчас он продает, да, квартиру, там, я не знаю, дом загородный, у него 8 миллионов. В октябре он выполняет следующую покупку. Вот ему октябрь, пардон, август, сентябрь, два месяца, ему надо как минимум сохранить валютный риск, валютного риска избежать, да? Чего делать? Ну, я бы, наверное, для себя взяла мультивалютный вклад, о котором упоминалось ранее, да, там, распределила поровну буквально евро-доллар, чтобы не... 50 на 50. 50 на 50, да, чтобы не... Подожди, не евро-доллар, что это? Доллар-рубль. Доллар и евро, соответственно. То есть рубль ты не рассматриваешь? Сейчас все-таки риски велики, да, ну, то есть вот нестабильность на внешних рынках, да, мы много событий ждем как раз в сентябре. Извини, пожалуйста, я так правильно понимаю, Андрей продает здесь недвижимость. В рублях, да. То есть он берет эти рубли и переводит их половину в евро, половину в доллар, правильно? Да, да, я бы сделала так и просто занесла на мультивалютный вклад, разбивая, соответственно, суммы там, чтобы это подпадало под страхование вкладов. Ну, это понятно, это понятно. Вот, и мне кажется, это сейчас оптимально, потому что все-таки ближайшие месяцы будут насыщенными на внешних рынках, и чтобы подстраховать себя. Потрясений может быть много, да? Да. Я понял, твой ответ понятен, Антон. Ну, в первую очередь, просто хотелось бы задать еще один вопрос нашему слушателю. Во-первых, второе, приобретение, приобретаться будет недвижимость в какой валюте, в зависимости от этого. Если в рублях, то я всегда рекомендовал всю свою сумму взять и разделить сначала 30% в рублях держать, остальное разбить как бы валютная корзина. 55 долларов, 45 евро, и все это можно действительно положить на... Депозит какой-то, да? Да, срочный вклад. Срочный вклад. Сейчас также есть множество банков, сколько я видел, также предлагают... Ну, то есть, ответ твой следующий, да? Немножко он отличается от ответа Наташи. У нее бивалютная корзина, у тебя три валютные корзина, которая выглядит так. 30% от этой суммы выдерживаете в рублях на депозитном счете в банке, а оставшуюся 70% ее делим как бивалютную, да? 45-55 евро-доллар. Понятно. Вот такие ответы, собственно, нашему уважаемому слушателю. Если это вас устроит, то действуйте. Так, продолжим читать вопросы на сайте. Ну, давайте сразу. Реплика Евгения. Спасибо за ответы. Это тот самый, вот, что, да? Немного перемудрил, говорит Евгений, со вторым вопросом. Сам запутался. Аж стыдно. Ничего, Евгений. Главное, что у вас было огромное желание этот вопрос сформулировать. Так, Олег. Олег спрашивает. Правильно ли я понимаю, что в краткосрочных перспективах, в краткосрочных перспективах, рубль будет просаживаться по отношению доллара? Ну, по-русски, да, это слабеть. Мне необходимо совершить крупный платеж в долларах в октябре-ноябре. Значит, стоит покупать доллар сейчас или лучше в октябре? Вот, кстати, абсолютно спекулятивная такая, да? Идея, практическая идея, Антон. Ну, хорошо было бы начать покупать еще на прошлой неделе, но думаю, что мы увидим доллар-рубль в районе 32-х. И уже с этих отметок можно все-таки попробовать все-таки... Потихонечку менять его, да? Ну, покупать долларов, там, валюты, которые им нужны. Ну, то есть, грубо говоря, я не могу посмотреть, да, сколько сейчас стоит доллар-рубль пара. Ну, сегодня там 32-60 она торговалась туда-сюда. То есть, Антон предлагает в ближайшее время, да, возможно, движение вниз в район 32, может быть, даже ниже. Снова. 31-50. 31-50. И вот оттуда потихонечку надо, собственно, менять рубли на доллар. Правильно я понял? Наташа? Ну, я бы, наверное, рекомендовала тоже подождать каких-то более интересных уровней по доллару, да? Там 32, это, в принципе, действительно адекватный уровень. Просто задать себе цель, да, что по таким уровням человек готов совершать покупки, да? Потому что там какого-то сильного укрепления все-таки доллара дальнейшего ждать к концу года, это... Ну, наверное, ближе к концу. У него срок до октября-ноября, он до конца года. Ну, я да, я и говорю, поэтому это не до конца года, да, и как бы лучше, наверное, где-то в районе текущих цен. Ну, то есть, да, ответ примерно такой, Олег, для вас. Оба аналитика сошлись во мнениях, что в ближайшее время они ожидают некого укрепления рубля, но укрепление незначительное, где-то 32-31-50 максимум, вот с этих уровней надо начинать обмен. Я правильно понял? Да. Дальше, Евгений, Евгений, а, сори, сори, Евгений уже прочел. Денис из Москвы. Что будет с рублем, если случится снижение ВВП США и выход Греции из еврозоны? Ну, мы, в принципе, об этом уже говорили. Это Армагеддон, слово понравилось очень. Что, по-вашему, Армагеддон? Ну, я сразу же Денису отвечу, что мы этот сюжет уже проигрывали, да, если случится рецессия в Штатах, если выход Греции случится из еврозоны, то мы увидим некое резкое движение, да, рынки упадут, рубль ослабнет, а потом, собственно, начнется жизнь счастливая, красивая в новых реалиях. Вот. И это не Армагеддон, я правильно понимаю, Антон, да? Армагеддон, под Армагеддоном в данном случае можно подразумевать то, что было в 2008 году, когда денежный рынок США, он просто встал, и банки не могли перекридетовываться. Схлопнулся, да? Да, и вот это, кстати, является одним из основных таких опасений, которые могут опять возродиться и во время выхода Греции из состава валютного блока, может, какие-то другие возможные. Ну, то есть, подобного масштаба опасения все равно присутствуют? Восьмой год был. Восьмой год был, но, да, на восьмом году предшествовал седьмой год, когда, да, повалился ипотечный рынок Штатов, оттуда плохие все эти... Кризис доткома. Да, 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 зараза вся эта, она распространилась на финансовые рынки, и все, и вся ликвидность схлопнулась. Сейчас вроде бы, Наташ, да, по некоторым... Помните, да, старый нюанс? Есть мнение, есть мнение. По некоторым сведениям сейчас вроде ситуация иная, нет, Наташ? Ну, и ситуация с точки зрения денежного рынка совершенно иная, конечно, у нас ликвидности достаточно сейчас и в Европе, и в США, поэтому там ожидать схлопывания банковского рынка там в любом формате это не стоит, наверное. А что такое Армагеддон вот в нынешней ситуации тогда? Как ты видишь его? Лично я вижу в падении экономик, когда мы видим... Прости, пожалуйста, мне вот неожиданно пришла мысль. Ведь мы, ну, за оракула я извиняюсь, ведь мы с вами, сегодня у нас конец июля, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, ведь мы с вами совсем недалеко от планируемого конца света. Может ли как-то, да, но мы не знаем, что такое конец света. Ну, конец света, это вот я выключил электричество, это вот конец света. А в глобальном смысле мы не знаем, что такое конец света. Вот с точки зрения экономистов, с точки зрения аналитиков, ведь может наступить, или даже не так, можно назвать концом света вот некий экономический, финансовый вот этот коллапс. Наташа? Ну, я считаю, что концом света можно будет назвать вариант, когда Греция выходит из еврозоны, Испания не получает текущих денег, а США не принимают налоговые льготы на следующий год и уходят в рецессию. Вот, и все посыпалось, да? Тогда да. Еврозона развалилась, экономика штата в рецессии, да, все, все валюты повалились, рынки упали, там, Доу Джонс торгуется ниже тысячи пунктов. Антон, как ты видишь этот Рамагеддон? Я вижу Рамагеддон только какие-то военные действия, если бы широкомасштабный вот этот фактор. Не дай бог, конечно. Да, не дай бог. Так пока в текущих условиях трудно его спрогнозировать, но... Не, мы не прогнозируем, просто как он выглядит. Вот Наташа нарисовала. Когда ты не сможешь продать тот актив, который ты купил, это Рамагеддон, я считаю, потому что ты мог купить, например, любую акцию там за 100 рублей, а продать ты ее не можешь. То есть ты приходишь, у тебя котировки равняются нулю, и все, это Рамагеддон, я считаю. А остальное, любой другой, как бы, вариант развития событий, он разрешим, как показала уже история и практика. Ну вот, уважаемым слушателям я сейчас обращаюсь, вот это мнение профессионала, понимаешь, Рамагеддон это акция равна нулю, стоимость акции равна нулю, и вы ее уже продаете. Представляете, вот о чем думают эти люди. Вместо денег золото хорошее. Мы с вами реально смотрим на вещи, пытаемся понять, а у него вот Рамагеддон, это акция равна нулю, боже мой. Ну, тем не менее, спасибо за ответ. Еще один вопрос от Татьяны. Здравствуйте, планируем с мужем копить деньги в ближайшие 3-4 года? Скажите, в какой валюте это лучше делать? Имеет ли смысл держать деньги в банке? 3-4 года, инвестиционный горизонт, вот у Татьяны с мужем. Золото. Наташа. Ну, если мы не говорим там о каких-то инвестициях в иные активы, да, говорим о банковских планах и все. Планируем с мужем копить деньги? Копить деньги. Почему нет? Почему мы не планируем какие-то другие инструменты, кроме банковского депозита? Я так понимаю, может быть, Татьяна с мужем не особенно в материале, но вы посоветуете тогда, на что посмотреть? Давай, Антон, у тебя там традиционно золото, да? Конечно, для обывателя проще было бы связаться просто с депозитом, накапливая деньги именно во вкладах, соответственно, убирать банки, которые податки системы страхования. Но сейчас есть множество инструментов, которые также можно хранить в свои средства. К ним можно отнести золото, это металлические счета, к ним можно отнести бумаги с фиксированной доходностью, это облигации, которые также просто обращаешься к специалистам, они подбирают определенную компанию, и ты покупаешь эти бумаги, и я, естественно, через какой-то промежуток времени они гасятся по определенному... Ну, то есть, Антон, извини, пожалуйста, я, Таня, адресую твой ответ. То есть, речь идет о том, что у вас возможность для накопления, это не только, ну, понятно, это самое доступное, наверное, самое понятное для обывателя, не только банковские депозиты, и в этом случае вы выбираете валюту, да, какой лучше это делать. Есть достаточно распространенные, ну, в нашей стране, может, не очень популярные, да, способы сохранения и промножения капитала, это открытие банковского, простите, брокерского счета, инвестиции на рынок акций, на рынок облигаций, или, вот, в частности, Антон предлагает металлические счета. Но, тем не менее, если все же Татьяна с мужем выбирают надежный банк, в какой валюте лучше держать? Итак, еще раз, срок инвестиционного горизонта 3-4 года, Наташа. Ну, при таких длительных сроках я бы, наверное, разбивала все-таки на несколько валют, держала, соответственно, рубль, евро и доллар, ну, может быть, там, в равных пропорциях где-то, если мы говорим о депозитах. А какие равные пропорции? Ну, там, по 33 и 3 десятых. Ну, там, 30, допустим, 40 и, соответственно, оставшись 30. Ну, вот, собственно, ответ на вопрос Татьяны прозвучал. Я вас благодарю, уважаемые коллеги, мы потихонечку закругляемся. Я напомню, сегодня мы обсуждали тему валютного рынка, у меня в гостях были Наталья Ешилова, главный аналитик аналитического управления Бинбанка, и Антон Захаров, аналитик Промсвязьбанка. Уважаемые друзья, уважаемые слушатели, я прощаюсь с вами, врага, сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, инвестируйте, копите, дай бог, что все будет хорошо, успехов на рынке, всего хорошего.